Открыть официальную точку розничной продажи алкоголя не так уж и сложно, рассказывает дистрибьютор и предприниматель Андрей Михеев. Для этого необходимо иметь стартовый капитал и выполнить несколько требований, предусмотренных законодательством. Для этого необходимо иметь помещение с площадью не менее 20 квадратных метров. Ему необходимо иметь правоостанавливающие документы, документы ЧП, также приобрести лицензию на алкоголь стоимостью 8 тысяч гривен в год и кассовый аппарат. То есть это минимум, который он обязан сделать. Следующий шаг – поиск поставщиков. Идеальным вариантом будет выйти на производителя напрямую, чтобы не переплачивать посредникам и перекупщикам. Но даже в случае сотрудничества с ликероводочными заводами стоимость разливной водки, вина или коньяка Пограмова будет не такой низкой, как в наливайках. При минимальной наценке, порядка 50-60%, наценка будет покрывать расходы по аренде, заработные платья и так далее, свет. Получается, что минимальная цена за 100 грамм самого простого алкоголя должна составлять порядка 20 гривен за 100 грамм. Наливайки уходят максимально в тени и пытаются выйти на 5-6-10 гривен за 100 грамм, используя, понятное дело, не сертифицированную алкоголь. Половина себестоимости бутылки алкоголя приходится на долю пищевого спирта. Его содержание в крепких напитках достигает 40-50%, говорит Михеев. Весь сертифицированный пищевой спирт поставляет на внутренний рынок страны государственное предприятие «Укрспирт». Декалитр спирта высшей очистки, уточнили в отделе торговли, стоит 280 гривен. А с учетом акциза его цена возрастает более чем в 5 раз и составляет 1549 гривен. Таким образом, пол-литра водки не может стоить ниже 30 гривен, а с учетом всех остальных расходов, себестоимость бутылки водки доходит 50-80 гривен. В то время как в дешевых закусочных цена на водку в разы меньше, что, говорят эксперты, свидетельствует, что гражданам наливают напитки подвального производства. А основной составляющей служит технический этиловый спирт, который и могли в случае массовых отравлений перепутать с метиловым. Ведь никакого контроля качества продукта на черном рынке нет и покупатели фактически играют в русскую рулетку. Купить фальсификат проще всего через интернет. Самые щедрые авторы объявлений обещают отдать тетропак водки по 23 гривны за литр, коньяк по 28. Продавцы уверяют, упаковки заводские, в тетропаке спиртное якобы разливают на нескольких крупных заводах, среди которых и те, которые находятся в Харьковской области. Звоним по контактным телефонам. Представляемся предпринимателям, владельцам нескольких закусочных и просим озвучить самую низкую отпускаемую цену на алкоголь. Однако на заводе оказываются осторожными и в общении с потенциальным клиентом прайс не предоставляют. Обещают перезвонить, но и после звонка представителя снова не говорят цену. Объясняют, реальные цены можно обсудить только с одним из агентов, которые сами приходят на точки. Все зависит от партии закупки. Ну а сколько можно самое дешевое взять водку? Вы расценки не знаете свои? Я знаю все расценки, но я живу с вами. Работать будет агент. Они к вам придут или уже приходили с ними работать, они вам все расскажут. Ну а может вы тогда контактный номер этого агента подскажете, я ему позвоню и мы с ним договоримся встретиться. Они вас сами найдут. У нас работают они очень хорошо и очень отлаженно. Они вас сами найдут. В смысле, эти агенты сами по точкам ходят, вы имеете ввиду? Договариваются? Да, да, да. Если вы уже работаете, то они приходили. Так они что, по всем наливайкам ходят ваши агенты? Вот прям по всем? Конечно, конечно. Весь город Харьков, область, все. Учитывая, что десятки дешевых закусочных есть в каждом районе, в том, что у агентов по продаже водки всегда есть работа и прибыль, сомневаться не приходится. Люди уверены, популярность подобных киосков связана как с ростом цен на легальный алкоголь, так и несовершенством законодательства. И иногда в прямом так называемом крышевании наливая к представителями правоохранительных органов и местных органов самоуправления. Если брать крепкий алкоголь, водку, например, это самая дешевая бутылка водки стоит 57 гривен. Есть определенные в законодательстве требования, ниже которых мы не можем опускаться. То есть, например, если на водку индикатив 52 гривны, то ниже, чем 52 гривны мы продавать не можем. Также это касается других крепких напитков, коньяков, которые самая дешевая цена у нас это 122 гривны. Вообще я опережение с Луганска и поэтому, да, для перехов Харьков тут много наливает и так далее. То есть, много таких заведений, которые наливают по 100 грамм, по 50 и так далее. То есть, насчитывается вот так вот, да. А по ценам что-то? Ну, по ценам, то есть, там, 20 грамм, допустим, 2 гривны, там, да, 50, там, чуть больше, там, там, буквально 4 гривен. Допустим, возьмем район Одесска. Не, как бы, сильно хороший район, но там более 8 наливайок есть. Одесска и Салтовка, я думаю, что будет проходимость очень большая. И каждый после работы захочет зайти и выбить немножко. Поэтому наливайки такие присутствуют, и очень даже много. А какие там расценки? Расценки около 6,8 гривен за 50 грамм. Хотя и после громкого отравления суррогатным алкоголем, повлекшего за собой смертью 38 человек, правоохранители и активисты начали активную борьбу с наливайками, пока она похожа лишь на показательную кампанию, говорят эксперты. Верен Мода, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости.